На улице Строительной в Нерехте 80 домов. Еще больше ста расположено на прилегающих к ней Гоголя и Ломоносова. Живут здесь люди сплоченно, но отнюдь некомфортно. Детям даже погулять не выйти. Вот они просятся, а я их даже не могу выпустить. Элементарно погулять. Такси даже отказываются ехать ездить сюда, потому что они просто тут застреют. У нас маленький ребенок и на коляске вообще невозможно пройти. То есть очень тяжело и дорога вообще отвратительная. Приходится на ребенка на руках таскать. Но иногда приходится не ходить гулять, потому что не пройти, просто не выйти из дома. Расположен частный сектор в болотистой местности, но такой картина здесь была не всегда. Жителей вполне устраивало прежнее песчаное покрытие, которое исчезло при обустройстве центральной канализации. Мы много не просим, хотя бы песком завалили эту дорогу и все, чтобы можно было ходить. Собрал подписи со всей улицы, отнес в администрацию. Решить вопрос в администрации обещают в течение нескольких дней. Подрядчику, который строил сети водоотведения, выдано предписание на выполнение работ по благоустройству территории. Внешний вид улиц вернется в исходное состояние до конца недели, заверили власти. Применялись и штрафные санкции, и выставлялись пения за нарушение условий контракта, и по регламенту земляных работ также выставлялись штрафы. Подрядчик был наказан не на одну тысячу рублей однозначно. Подрядчик готов к работам, сегодня приехала техника, и также будем продолжать активную работу, в том числе и претензионную работу. И если будут еще поступать какие-то жалобы, обязательно будем на них реагировать и устранять все замечания. Елена Голубева, Дмитрий Терпегорьев, Нерехта.